Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан, в международном аэропорту Гейдар-Алиев, где развиваются государственные флаги обеих стран. Вячеслава Володина встречали первый заместитель председателя парламента Азербайджана Али Гусейн Ли, посол Азербайджана в России Полат Бельбюль Оглы, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица. Подробную тему обсудим с политологом, заместителем председателя Русской общины Азербайджана Анастасией Лавриной. Она у нас в студии. Анастасия, здравствуй. Здравствуй, Лидия. Как бы вы определили основную цель визита Вячеслава Володина в Азербайджан, какие вопросы повестки российско-азербайджанских отношений будут в нее обсуждаться? Для начала стоит отметить, что последний визит до этого председателя Государственной Думы состоялся в 2018 году. Ответный визит Саиба Гафаровой прошел в 2020 году. И вот сейчас, два года спустя, мы видим, что господин Володин снова приезжает в Баку. Его встречают в расширенном составе и планируется обсуждение многих вопросов. В частности, разумеется, если в общем отметить, это двусторонняя повестка развития российско-азербайджанских отношений. Текущая повестка, что сейчас наиболее актуальна. Ну, я думаю, стороны также затронут моменты, что в ближайшем будущем можно будет отметить наиболее актуально. И если в целом посмотреть на развитие двусторонних отношений России и Азербайджана, то вопросов действительно много. Это и политическая составляющая, это и экономика, это в какой-то мере энергетика, это и культурно-гуманитарное взаимодействие. Допустим, совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел второй форум молодежных инициатив России и Азербайджана, который уже практически перевел в практическую плоскость укрепление гуманитарно-культурного взаимодействия между Россией и Азербайджаном. К тому же, вообще в целом, если посмотреть на ход событий в нашем регионе, это и, разумеется, уже постконфликтное развитие Южного Кавказа после урегулирования Карабахского конфликта, Россия как-никак выступает и в роли посредника. Российская Федерация — это активная площадка, где происходят трехсторонние встречи. Премьер-министр Армении Никола Пашиняна, президент Азербайджана Эльхам Алиева, ну и, разумеется, с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Последние события, которые произошли 12-13 сентября на границе, в результате очередной армянской провокации, мы знаем, произошли серьезные военные действия, которые привлекли внимание всего мирового сообщества. Это была тема практически номер один во всех международных СМИ. Российская Федерация, разумеется, высказалась по этому поводу, при том, при всем, что Россия практически повторила те слова, о которых заявляла и азербайджанская страна. Это необходимость придерживаться заданному курсу и исполнять все те договоренности, которые уже обсуждались. И ведь практически ту провокацию армяне Армения учинила две недели спустя после последней встречи в Брюсселе. Россию это не может не беспокоить. Активное пристальное внимание, которое Российская Федерация уделяет развитию ситуации на Южном Кавказе, она остается на повестке дня и практически поднимается во время всех официальных встреч. Вне зависимости, приезжает ли глава государства, приезжает вот сейчас председатель Государственной Думы, на межпарламентском взаимодействии. Все-таки у нас довольно активно действуют и официальные комитеты в парламенте, и в Государственной Думе. В нашем случае это группа Дружбы, Азербайджан-Россия, которая также активно встречается, обсуждает различные направления. И самое главное, своевременно информирует противоположную сторону о событиях в регионе. Мы знаем, насколько наши недруги любят распространять дезинформацию. Вот буквально в начале эфира вы отметили про заявление Министерства обороны Азербайджанской республики в ответ на определенную дезинформацию с армянской стороны. Когда что происходит в регионе, что делает премьер-министр Армении, он моментально начинает обзванивать. И звонит в Кремль, и звонит в Соединенные Штаты Америки, и во Францию, при этом распространяя недостоверную информацию. Я думаю, в Российской Федерации об этом уже поняли, что не стоит верить на слово Армении. Как-никак уже многократно Армения себя дискредитировала как ненадежного партнера, высказав свою позицию во многих вопросах. Поэтому вот такие визиты позволяют прям на месте своевременно обсудить, что творится в регионе, как дальше будет развиваться ситуация. И под конец ответа на этот вопрос хочу отметить, что как-никак до сих пор российские миротворцы, контингент располагается в Карабахском регионе Азербайджана. И поэтому, когда речь идет о развитии Карабаха, развитии нашего региона, в первую очередь, тут должны проводиться вот такого рода двусторонние встречи. Там уже, как говорится, здесь, на повестке дня, все то, что имеет место быть, и к чему стороны планируют прийти в ближайшем будущем. Я думаю, это тоже один из актуальных вопросов, который будет затронут на переговорах. Армения продолжает обвинять Россию и ОДКБ в бездействии, вот при этом делая реверансы в сторону США. В частности, на фоне состоявшегося визита одиозного политика Нэнти Пелоси. Как в России оценивают данную позицию политического руководства Армении? Как в России оценивают, я думаю, было бы лучше спросить российского политолога. Но, исходя из той информации, которая имеется в социальных сетях, из официальных заявлений, разумеется, этот визит в какой-то мере даже насмешил российскую сторону. Потому что, если в Армении имеются политики, которые здраво мыслят, они должны понимать, что однодневный или двудневный визит какого-то американского политического деятеля, которое мы все прекрасно знаем, делает это с целью получить дополнительные голоса на предстоящих выборах, то это не принесет какой-то стабильности или каких-то преференций для армянского государства. Не стоит забывать, что Армения страна члена ОДКБ, хотя они говорят, что мы хотим выйти. Довольно интересно, куда тогда они стремятся. Может быть, они думают, что их в НАТО примут. Заявление о том, что они вроде бы хотят выйти из ОДКБ, тоже нелогичное. На территории Армении располагаются три военные базы Российской Федерации. Воздушное пространство Республики Армении также практически курируется, если можно так сказать, военнослужащими Российской Федерации. Ко всему прочему, когда что-то происходит в регионе, какая-то экономическая нестабильность, в первую очередь Армения обращается к России. Огромный, колоссальный отток населения из Армении в поисках лучшей жизни едет именно в Российскую Федерацию. Поэтому говорить о том, что в России как-то серьезно запеспокоились в результате этого визита, я бы не стала. Но при этом для себя сделали выводы. Сделали выводы, что Армения еще раз показала себя как ненадежного партнера. Страна член ОДКБ. Что бы ни происходило, какая бы реакция ни шла. К тому прочему, мы знаем, что после событий 12-13 сентября на экстренном заседании ОДКБ было принято решение направить председателя этой организации с миссией для изучения ситуации. То есть уже это можно рассчитывать как определенную реакцию ОДКБ для того, чтобы изучить моменты, происходящие в нашем регионе. Несмотря на все это, Армения решила еще раз продемонстрировать, что вы знаете, если не вы, то мы пойдем в Америку. Это даже буквально вчера в Белоруссии сделали заявление. Глава МИД Белоруссии отметил, что они не приветствуют подобного рода поведение и Армении. И разумеется, визит госпожи Пелоси в наш регион подчеркивает заинтересованность Америки усилить свое влияние в регионе. Но никоим образом не станет Америка в той же мере поддерживать Армению, при том, при всем против Азербайджана. Зачем? И в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах Америки, несмотря на все происходящее, многократно заявляли, что именно Азербайджан является надежным и стабильным партнером. Именно три главных пункта, которые очень часто Азербайджан подчеркивает на всех официальных митингах, наш президент, совсем недавно выступая на саммите в Самарканде, также это подчеркнул. Первое – это важность подписания мирного договора с Арменией. Второе – это разблокирование транспортных коммуникаций, запуск Зангизурского коридора. И третье – если вас так беспокоит вопрос с границей, давайте уже начнем процесс делимитации и демаркации. Эти пункты подчеркнули и в Российской Федерации. Об этих пунктах говорит и Энтони Блинкин на двусторонних встречах. Эти же пункты обсуждаются и во Франции. Так сказать, страны, бывшие сопредседатели, бывшие минской группы ОБСЕ. Поэтому все то, что говорит Баку и делает, доказывая своими действиями, это приветствуется там. Это показывает заинтересованность нашего государства установить долгосрочный мир в регионе и запустить проекты, которые принесут пользу не только нашим странам, но и азиатским странам, странам Центральной Азии и странам Европейского Союза. У нас энергетическая повестка развивается с Европейским Союзом, отношения вышли на новый уровень. Поэтому вот такая позиция Армении, затягивание переговорного процесса, чтобы перевести процесс в стадию переговора ради переговоров, что было на протяжении 30 лет, отказ от подписания мирного договора, это также не в интересах Соединенных Штатов. И однодневный визит госпожи Пелоси в наш регион, ее наигранные слезы, которые она там пыталась разыграть, показав свою лояльность, это все такое моментальное событие, которое понесет только негативные последствия для самой Армении, дискредитируя ее как партнера, с которым стоит развивать отношения, имею в виду страны-члены ОДКБ, которые вообще стоит верить и которые стоит считать надежным в реализации тех или иных вопросов на повестке этой организации. Вот я могу так ответить на этот вопрос. Анастасия, возвращаясь к российско-азербайджанским отношениям, как бы вы в целом оценили нынешний уровень отношений между странами, и вот насколько в России сейчас заинтересованы в расширении развития отношений с Азербайджаном? Заинтересованы, могу сказать, также, если мы анализируем последние события, да и в целом, насколько поступательно развиваются эти отношения, как-никак мы сейчас два стратегических партнера. После подписания Декларации о союзническом взаимодействии 22 февраля текущего года отношения вышли еще в новую плоскость. И, если мы помним, в той Декларации было прописано практически каждое направление, которое объединяет наши страны. Начиная от политического взаимодействия, необходимости признания, ну, признание у нас существует, поддержки и уважения территориальной целостности друг друга. В то же время это развитие экономической повестки, если мы помним, еще тогда стороны договорились вести все расчеты в национальных валютах. Это был очень важный жест и, как бы сказать, доверительное взаимодействие между двумя государствами. Ну и культурно-гуманитарное взаимодействие и сотрудничество в СМИ. Конечно, сотрудничество в СМИ, я бы подчеркнула, что здесь нам необходимо более активно работать, более активно взаимодействовать друг с другом, потому что есть кое-какие недочеты. Но в вопросах экономики, допустим, наши отношения очень стремительно развиваются. Несмотря на тот кризис, с которым на сегодняшний день сталкиваются очень многие страны, мировой кризис, я бы сказала, экономический кризис, энергетический, в этом направлении наши стороны хорошо взаимодействуют. И несмотря ни на что, мы видим, как активно российские компании изъявляют желание принимать участие и в восстановительных процессах на освобожденных территориях Азербайджана. Две компании уже практически имеют свое присутствие. Еще есть заявки от очень многих компаний, которые действительно хотят активнее принимать участие в процессе восстановления. Та же самая политическая повестка, как я уже отметила, роль России как посредника в стабилизировании ситуации в регионе Южного Кавказа, эти вопросы обсуждались и в рамках недавней встречи в Самарканде, где на полях саммита наш президент Архамалий встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вот тогда уже стало понятно, что Азербайджан считает практически лидером в регионе Южного Кавказа. Это отмечалось и другими лидерами стран, которые принимали участие в том форуме. И, соответственно, здесь Россия видит надежного партнера, с которым стоит вести активный диалог. Проект «Север-Юг» — это сейчас очень активный, в активную фазу входит этот проект, и он практически обсуждается на всех важных встречах, как двухсторонних, так и многосторонних. И мы прекрасно знаем, что в этом проекте большая роль отводится именно Азербайджану. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, которая свяжет наш регион через Российскую Федерацию с Индией и далее. А именно стабильность в регионе Южного Кавказа, именно инвестиции, именно ту экономическую составляющую, которую Азербайджан может обеспечить, гарантируя запуск этого проекта. Кстати говоря, Азербайджан довольно давно работает над этим проектом. Если мы помним, именно иранский промежуток этого проекта, в его реализации были кое-какие задержки. Именно Азербайджан тогда поддерживал и Иран в этом направлении. Учитывая, конечно же, довольно нестабильную ситуацию в Иране, мы пока не возьмемся обсуждать, как же там будут развиваться события в отношении реализации этого проекта. Но Азербайджан и Россия в плане экономической повестки, в плане запуска новых проектов, тот же самый Зангизурский коридор, о чем многократно говорили в Российской Федерации, это действительно важно. Ведь именно Зангизурский коридор откроет для России, во-первых, выход на рынки стран Ближнего Востока через Турцию, Ну а во-вторых, Россия сможет иметь более короткий и прямой выход к Армении. А мы знаем, что экономическое взаимодействие между Россией и Арменией практически на очень высоком уровне тоже развивается. Если посмотреть, то экономика Армении во многом зависит от влияния и воздействия российской экономики. Поэтому в любом случае для России очень важно также иметь более короткий путь к своему стратегическому партнеру. И Зангизурский коридор, запуск новых транспортно-логистических коммуникаций дает Российской Федерации эту возможность. Ну и с Турцией у России очень хорошие тоже тесные связи. Многократно проходили двухсторонние встречи, многосторонние встречи. Энергетическое партнерство поступательно развивается. Да и в Турции активно заявляли о том, что отношения с Российской Федерацией будут только развиваться и крепнуть, несмотря на все политические процессы. В Турции в этом заинтересованы. Ну, как говорится, каждая страна предпочитает, и это действительно правильно, учитывать в первую очередь свои национальные интересы. Так что в этих всех повестках, будь то двухстороннее сотрудничество, региональное или более глобальное, Россия видит в Азербайджане надежного партнера, которому можно доверять, с которым можно сотрудничать, на которого можно положиться, и с которым действительно важно и нужно взаимодействовать. Анастасия, вот по вашему мнению, насколько был успешен последний год отношений между Азербайджаном и Россией? В последний год, очень много событий произошло за последний год, мы это прекрасно знаем, но, как я уже отметила, 22 февраля было подписано стратегическое партнерство, документ, декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами. Поэтому в этом плане начало года было заложено очень успешно для двух стран. Как я уже отметила, там было прописано настолько много пунктов, охватывающих глобальную повестку. Ну и после этого идет очень много важных мероприятий, которые проходили и на территории Российской Федерации, и на территории Азербайджанской Республики. Тот же самый форум молодежных инициатив, который недавно прошел, я уже отметила, в Нижнем Новгороде. Ведь первый этот форум прошел именно в Азербайджане в марте месяце в Гусарах, в городе Гусар, в комплексе Шахдах. Тогда уже стороны обсуждали имеющиеся возможности и перспективы. Во время второго форума обсуждалась уже более практичная повестка, что уже было сделано и как мы можем перейти в практическое взаимодействие. Совсем недавно состоялся медиафорум в Астрахани. На этом медиафоруме обсуждалось именно взаимодействие в медиаплоскости между странами прикаспийскими. Тогда в рамках этого форума также обсуждалась и двусторонняя повестка взаимодействия по вопросам развития средств массовой информации, взаимодействия между Россией и Азербайджаном. Двусторонний визит. Глава МИД Российской Федерации Сергей Викторович Лавров приезжал летом в Азербайджан. Тогда тоже было много двухсторонних встреч и обсуждений. Господин Швыдкой приезжал, потом приезжала делегация правительства Москвы. И при том, при всем, на всех этих встречах, которые проходили в Баку или же в Москве во время визитов нашей делегации, всегда подчеркивалось, что два партнера доверяют друг другу, что два партнера хотят стремиться к налаживанию и развитию более тесного взаимодействия и связей. И мне кажется, важно отметить, мне как заместителю председателя Русской общины Азербайджана, мне отрадно видеть, что во время всех этих последних официальных визитов, даже того господина Лаврова, в повестку его визита включается обязательная встреча с соотечественниками. То есть встреча с представителями, допустим, Русской общины Азербайджана. И обсуждение, как именно здесь развивается, скажем, как активно себя проявляет Русская община Азербайджана. И мне кажется, очень важно отметить, что во время всех этих визитов всегда подчеркивается, как в Азербайджане уважают и развивают русский язык. К тому же, именно в Азербайджане находится самая многочисленная русская община в регионе Южного Кавказа, практически 120 тысяч. У нас действует большое количество русских школ или классов с русским языком, с уклоном на русский язык. Все эти моменты очень высоко ценятся в Российской Федерации. Из трех государств, которые расположены в регионе Южного Кавказа, именно наша страна может этим похвастаться. Как-никак Армения, наш сосед, моноэтничное государство, где практически нет русского языка, и этнические русские граждане. Вот суммируя и подытоживая все это, это действительно важно, это действительно актуально. И вот можно сказать, прямо сейчас в СМИ появилась информация, что президент Азербайджан Ильхам Алиф принял спикера Госдумы России Вячеслава Володина. Я думаю, вам на ближайшие выпуски будет еще что обсудить после этого. Будем следить за ходом развития событий. Анастасия, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо, Лидия. Визит председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина в Азербайджан мы обсудили с политологом, заместителем русской общины Азербайджана Анастасией Лавриной. Продолжение следует...